С огромным удовольствием приветствую всех собравшихся в зале. Мы проводили уже один круглый стол на базе военмеха. Там была немножко другая тематика, но организация проведения этого круглого стола показала высокую его эффективность. Сегодняшнее мероприятие, проводимое в стенах военмеха, направлено на изучение очень тонкой, нужной для страны проблем. Это проблемы губанитаризации, проблемы подготовки, преподавания экономических направлений в техническом вузе. Буквально два слова я хочу сказать о военмехе, о вузе, в котором вы сейчас находитесь. Военмех был образован в 1932 году как вуз, который должен был готовить кадры только для оборонной промышленности на базе трех факультетов, морского оружия, боеприпасов, артиллерии. Но впоследствии шло развитие нашей промышленности, шло развитие нашего образования, и военмех тоже следовал тем изменениям. И первое изменение, которое произошло на пути его развития, это диверсификация специальностей. То есть помимо чисто оборонных специальностей, которыми мы занимались в далеком 1932 году, мы стали заниматься вопросами, связанными с высокотехнологичными отраслями, технологией производства сложных комплексов, конструирования сложных объектов, которые можно было бы рассматривать как двойные технологии. Это был первый этап изменения основной направленности военмеха. Второе изменение было связано с получением нами статуса университета. И связано оно было как раз с той проблемой, которую мы сегодня хотим обсуждать. Это проблема гуманитаризации образования. Военмех, превратившись из технического вуза в университет, открыл очень много направлений экономических, направлений гуманитарных, политологических. Ну, достаточно сказать, что среди, не как достижения, но как факт, что первая камера культурологии в техническом вузе была открыта в военмехе 20 лет назад. Ну, и это направления, они не были инородными для военмеха, потому что вуз превратился в университет, который занимается комплексными вопросами безопасности. Еще на заре развития военмеха все особенности наших учебных планов, программ подготовки предполагали большое влияние на учебный процесс экономической, организационной, управленческой подготовки. Даже кафедра организации производства военмехи, родоначальник военмеха, тоже была создана в далеких 30-х годах, вышла из кафедры технологии машиностроения. То есть вопросами, связанными с организацией военного производства, производства сложной техники, мы занимались давно, и вот эта гуманитаризация образования, она усилила позиции военмеха в области комплексной безопасности. В военмехе всегда важным было воспитательное начало. Оно базировалось и на сложности тех дисциплин, которые мы проходили, изучали, преподавали. Базировалось это на функции преподавателя, воспитательных функций преподавателя, на базе военной кафедры, но в том числе и гуманитарная составляющая оказывала глубокое влияние на воспитание наших студентов. Такие кафедры, такие направления, простите, как геополитика и безопасность, политология, они в определенном смысле тоже обеспечивали безопасность нашей страны и готовили инженеров политически грамотных, организационно грамотных, способных решать серьезные задачи. И военмех, 80 лет исполнилось военмеху в этом году. И надо сказать, что редко какой ВУЗ может похвастать таким количеством руководителей, которые вышли из тех военмех. Практически все оборонные предприятия, все высокотехнологичные предприятия имеют в своем руководстве либо в виде генеральных директоров, генеральных конструкторов, замов, выпускников военмеха. Но вот эта школа и особенность военмеха, она и направила внимание наше не только на техническую составляющую, которая всегда была сильно обменена, инженерную составляющую, конструкторско-технологическую составляющую, но и экономическая организационно-гуманитарную составляющую. Я надеюсь, что сегодняшний круглый стол поставит ряд интересных вопросов, обсудит эту проблему. Военмех, еще раз повторяю, для всех желающих в Вашем распоряжении познакомится с опытом, может быть, будет полезно, но и представителям образования, представителям ВУЗов, познакомится еще с чем-то, что выходит за рамки нашего круглого стола, то мы с удовольствием Вам предоставим эту проблему. Желаю успеха участникам круглого стола. Спасибо.